Сейчас у меня на экране находится еще один из кандидатов прошлого, которые хотели использовать для чего? Правильно, чтобы решить проблему с ожирением. Это то прошлое, в котором доминировала идея, что все ожирение из-за того, что люди едят жирную пищу. Да, жиры в те времена являлись врагом номер один, поэтому это как раз эра, когда стало очень много обезжиренных продуктов, пересобранных заново, чтобы убрать оттуда лишний жир, лишний по их меркам, оставить там углеводы, убрать оттуда тоже соль, но это все одно и то же. И поэтому додумались, что раз человек толстеет от жира, значит, они предположили, мы можем уменьшить усвоение жира в кишечнике, и тогда он перестанет толстеть. Собственно, звучит логично, раз ты толстеешь от жирного, значит, давай снизим усвоение жирного, и ты будешь худеть. Этот препарат, который выполняет эту функцию, называется Орлистат, как у нас здесь и зафиксировано. Орлистат является ингибитором кишечных липаз, что такое кишечные липазы, это ферменты, которые появляются в кишечнике, скорее всего, те, которые вырабатывает поджелудочная железа. Желудочная железа, вырабатывая эти липазы, позволяет нам усваивать жир и жирорастворимые витамины. Соответственно, когда человек принимает Орлистат, часть желудочная и кишечных липаз, она тормозится, не работает, блокируется. Значит, не весь жир может усвоиться из кишечника в кровь и так далее, в лимфу. Значит, часть этого жира выйдет с калом, значит, часть энергии не будет употреблена усвоена, значит, эта часть энергии не будет отложена в жир и значит, человек будет терять вес. Такая очень простая последовательная логика находится за применением Орлистата. Тоже на него возлагались большие надежды, все хотели, чтобы он работал, все на это надеялись, все молились. И что же из этого вышло? Сегодня, на данный момент, никто об Орлистате даже и не помнит. И как минимум мы можем посмотреть на одно из долговременных исследований, которое показало эффект Орлистата и его растянутый во времени эффект последствий. Как он смог ли он людям сохранить это снижение веса? В данном случае мы с вами видим на графике, что Орлистат назначался одной группе пациентов, а второй группе назначался плацебо. Плацебо это не закрашенные квадратики, а Орлистат это, соответственно, закрашенные кругляшки. Соответственно, нижняя веточка, которую мы видим на графике, она относится как раз таки к Орлистату. Соответственно, люди принимали здесь Орлистат или плацебо на протяжении 50 недель. 50 недель, что это такое? 50 недель делим на 4, получается у нас почти 12 месяцев, то есть это почти год, даже чуть больше года. Год и две недели принимали люди или Орлистат или плацебо. Кроме Орлистата и кроме плацебо, эти люди получали инструкции и по образу жизни. Как здесь сообщается, что им сделали слегка гипокалорийную диету, обеспечили, то есть дефицит 600 килокалорий в сутки. А также им рекомендовали, насколько я помню, может быть здесь не указано, но в исследовании это есть, какую-то минимальную физическую активность. Что-то в размере 120 минут нагрузки в неделю. 600 калорий в минус, 120 минут нагрузки, а также Орлистат или плацебо. В итоге, через год, какой процент жира удалось потерять людям? В группе плацебо они потеряли около 5-6% жира. Вот она группа плацебо, я ее отмечаю. В принципе, 5-6% веса за год, для кого-то это со 100 килограмм, 5-6 килограмм. Вам кажется, сейчас это очень мало, вы очень недовольны, как так медленно, да я в жизни так не выдержу, не смогу. И это ваша проблема, в том числе. Если вы не можете принять, что терять вес нужно медленно, то вам будет очень тяжело, даже если вы хотите похудеть и стать здоровее. Потому что есть аксиома, которая гласит, чем быстрее ты худеешь, тем быстрее ты возвращаешь. Поэтому это увлекательное, в кавычках, приключение со снижением веса должно быть размазано на как можно более длительное время. Да, чем медленнее, тем надежнее. Чем медленнее, тем легче поддерживать. Соответственно, если быстро, то быстро оно все обрывается и быстро человек компенсируется назад. Так работает для всех. Нету исключений, пока человек жив. Тем не менее, про Орлистат. Вторая группа принимала Орлистат в совокупности с тренировками и гипокалорийным дефицитом 600 килокалорий. Соответственно, в их случае удалось добиться примерно где-то в 2, но не более. Не более 2 раз больше они потеряли вес, чем группа плацебо. Группа плацебо 5-6%, а группа на Орлистате 10% за 50 недель. 10% за 50 недель. Это даже в 2 раза лучше, чем мы до этого говорили. То есть, это вообще возврадоваться, потому что это год прошел. Ведь мы знаем, что за год люди успевают 3 раза похудеть на 10 килограмм и 3 раза обратно набрать вес. А здесь люди за год потеряли от 5 до 10 килограмм. Разными, конечно, как видите, воздействиями. Так что это тоже отличный результат. Но что же произошло дальше после этого исследования? Дальше после этого исследования были сценарии следующие. Первый вариант. Люди остались на том, чем были. Вот как, например, первый вариант. Было плацебо год. И еще на год сделали плацебо. Что же произошло? В течение второго года потери веса прекратилось. И наоборот, часть веса вернулась назад. 1-2% они веса вернули назад. Получается, что за 2 года люди потеряли не 5% плюс 5%, как ожидалось бы после первого года. А они потеряли 5-6%, а потом еще где-то 2% себе вернули. И суммарная потеря за 2 года около 4%. 4-5% наверное был бы максимум. Это в случае плацебо. А плацебо это пустышка. В случае плацебо этот эффект 4-5% за 2 года достигнут с помощью физической нагрузки и гипокалорийной диеты 600 килокалорий. Да. Второй вариант, что случилось с плацебо группой. Плацебо группу переключили на орлистат. То есть до этого они принимали пустышку, а тут продолжили делать все то же самое, только стали получать медикамент, который тормозит сасывание жира в кишечнике. Что же в итоге произошло? Вы видите сами этот график, что со 2 года продолжилась потеря веса и даже вероятно ускорилась. И в итоге за 2 года, год на плацебо и год на орлистате, им удалось в сумме потерять где-то 8% веса. Удалось потерять за 2 года 1 год плацебо плюс 1 год орлистата. То есть в принципе это говорит о том, что препарат работает. А что же случилось с теми, кто принимал первый год орлистат? Первую половину этих орлистатчиков переключили на плацебо. Вот видите, как одна из веточек перестала быть кругляшками заполненными и стала квадратиками. Вот она. И она пошла соответственно обратно к возвращению веса. И в итоге они потеряли за первый год 10%. А за второй год они вернули сколько обратно? Ну не менее 4-4,5% они вернули. И по итогу первый год минус 10%, второй год обратно плюс 5%. За 2 года минус 5%. С учетом того, что они с орлистата ушли на плацебо. Да. И третий вариант. Они принимали год орлистат и еще год они продолжали принимать орлистат. Что в этом случае произошло? Совершенно точно. Они не стали терять больше веса. После первого года вес начал набираться обратно. И до какой же степени они вернули назад вес? Ровно до той же степени, что группа плацебо, переключившаяся на орлистат. Который мы сказали с вами сколько? Около 8%. То есть год на орлистате и еще плюс год на орлистате всего 8% потери. То есть за второй год они 2% веса набрали обратно. Вот так. За 2 года лечения люди потеряли всего 8% веса. Что в те времена в принципе было неплохо. Учитывая, что больше чем орлистат, результат показывали только что. Амфетаминоподобные вещества, которые к тому времени уже запрещали. То есть не было ничего более существенного и более сильного, чем тот же самый орлистат. Остальные препараты были еще впереди и в будущем в разработке. Так что в принципе орлистат был одобрен для лечения лишней массы тела, ожирения. Но его судьба, сами знаете какая, долго он не задержался, не очень он оказался популярен. И хоть и в исследованиях все выглядит гладко и замечательно, и что люди жаловались только на пищеварительные симптомы. Эти же самые пищеварительные симптомы, они же и стали самыми весомыми для того, чтобы орлистат не принимать. Так как орлистат тормозит усвоение кала, значит больше кала остается в кишечнике и уходит со стулом. В связи с этим увеличивается частота трудноконтролируемых позывов. И какой-нибудь эпизод, где вы решите выпустить газы на фоне приема орлистата, может закончиться подливой. Поэтому этот медикамент казался очень неудобен для людей, потому что было очень трудно, тяжело держать позыв. И очень трудно было сдерживать газы и выпускать газы незаметно. Потому что так как кал стал влажнее и мягче, он стал выходить из людей легче. И им казалось, что они собираются сделать шептуна. Но в итоге этот шептун получался слишком влажный. И какое-нибудь неловкое пятнышко могло выдать, что уже произошла катастрофа. Это основная проблема, которая случилась у орлистата. Кроме его, конечно же, долгосрочной неэффективности. Как видите, со второго года вес начинал набираться обратно. Это значит, что либо организм научился обходить орлистат. То есть его блокировать, метаболизировать так, чтобы он не работал, например. Или вырабатывать больше липаз. Либо, как вследствие адаптации к похудению, менялось поведение людей. И они начинали есть больше пищи. И начинали, может быть, есть больше нежирной пищи, а углеводной пищи. Что тоже приводило к набору веса. Неважно как, но по многим разным причинам вес на орлистате возвращался в итоге назад. Да и в конце концов, кто будет всю жизнь его принимать. Большинство людей, которых я знаю, которые когда-либо принимали орлистат. Они принимали его, чтобы похудеть к отпуску. Похудеть к юбилею. И еще к какому-то событию, которое для них имело какую-то важность. Сам я в своей практике никогда ни одному пациенту не назначал орлистат. Потому что мне эта идея казалась одной из самых тупых. Потому что орлистат буквально... Ну, блокирует он жир тебе, да? Но он тебя ничему же не обучает при этом. Он не изменит твое пищевое поведение. А еще вызовет у тебя целый ряд неловких ситуаций, да? А знаете, репутация лучше уж быть толстым и чистым, чем худым, но с грязной репутацией. Особенно, если вы не собираетесь смеять коллектив. Поэтому орлистат, что называется, канул в небытие. Не оправдал он надежд индустрии. Так и остался он недоделанным препаратом. Недооцененным, трудно сказать, скорее ненужным. Нет от него особенного толка. Более того, на долгосрочном перспективе все-таки он вызывал у людей снижение количества жирорастворимых витаминов в организме. Да, они смотрели эти анализы. И так как орлистат снижает всасывание жира, то и жирорастворимые витамины тоже всасывались не так эффективно, как без него. А это значит, что витамин D, например, будет в дефиците. Витамин А в дефиците, витамин Е в дефиците и витамин К в дефиците. Все эти витамины нужны. В том числе они нужны и для поддержания веса, и для контроля воспаления, и для регулировки половых гормонов, и для костей. Все это, в общем, нужно. Если этого не будет, то никакого здоровья не будет. Так что никакого долговременного лечения из этого не получилось. Ну, а по перечисленным витаминам не забывайте. Витамины А, Д, Е, К, кальций, магний. Диагностику и восстановление. Лекция доступна в Академии Доктор Ник. Выводите в поисковике Доктор Ник Академия и попадаете на замечательный сайт, где можете найти ряд лекций, которые увеличат качество вашей жизни. Спасибо за ваше внимание. Смотрите расширенную версию этой лекции на моем канале. Ссылка доступна в описании к этому видео. А также прямо сейчас у вас перед глазами в финальной заставке к этому ролику. Приятного и полезного вам изучения моего творчества.